А тряфлях Харька хорошо взяла с запаса берешь? да, два именно и уходишь ооо, да Я их разбила устал Весьмер на биктине держится ВСЕМ привет вы на канале в СЕ К СТОЛУ И у нас сегодня снова в гостях очаровательная Катя Бельчик. Всем привет. Но я уже не как в гостях, я как будто бы домой. Да, ты знаешь, я тебя так рада каждый раз видеть, потому что мы с тобой общаемся, какие-то свои темы поднимаем. Затираем. Затираем, да, так причем увлеченно. Поэтому, ну что, я тебе обещала ппшный тортик. Я свое обещание держу. Как ты относишься к чизкейкам? Чизкейк? Да. Это не торт. Это десерт. А, десерт, да? Десерт. Торт тут что-то бисквитное, что-то такое, с кремом. А чизкейк? Слоями, да, чизкейк. Ну, запеканка, кажется. Запеканка. То есть ты на мою просьбу приготовить пп-торт решила приготовить чизкейк. Да, одно из самых калорийных, да, десертов, самых калорийных. Но мы будем готовить пп. У нас сезон яблочек. Яблоки прямо сейчас везде. Антоновка. Что это у нас? Это белый налив. Пахнет очень вкусно. Яблоки прекрасно. Яблоки. Обезжиренный творожок. Мягенький. Четыре процента. Обезжиренный, я жла. Слава богу, а. На основу у нас орешки. Мука. ПП. Чуть-чуть орешка. Ну, чуть-чуть. Всего 700 калорийных. Сиропчик. Ну, можно взять обычный сахар, на самом деле. Либо мед. У нас это финиковый. Сиропчик. А заменитель можно взять? Можно. Тогда надо, ну, короче, какую-то жидкость надо будет добавить, потому что когда ты будешь делать основу для чизкейка, тебе нужна какая-то жидкость, которая сделает твое тесто пластичным. Ну, собственно, давай начнем. Первым делом мы сделаем яблочное пюре. Как ты делаешь яблочное пюре? Запекаешь? Покупаю в магазине, готова, детское. Серьезно? Ну, да. А если так делать, микроволновка или на сковородочке с водичкой? Я читала очень много на эту тему, когда делают люди зефир, что, типа, ни в коем случае пюре нельзя делать методом тушения. Вот странно, ты делаешь зефир, в общем? Я делала только на свародине, на черной. Да, да. Есть у тебя практика. Конечно. Один раз в своей жизни готовила, и то для видео. Но очень вкусно получилось. Ну, я очень люблю. Именно вот на черной смородине, потому что, мне кажется, она и цвет дает красивый, и у нее аромат прям. Кислинка. И кислинка прекрасная. Потому что яблоко все-таки получается зефир нейтральным. Вот если как раз таки ванилином хорошенечко не сдобрить, тогда яблочный зефир еще будет иметь какой-то аромат. А так яблока нет. Я удивлена, что у тебя на столе ванилин. Все же кондитеры нам кричат. Только ваниль натуральный, либо ванильная паста, которая стоит, как самолет. Оля, почему в ней? Изначально, да, я покупала вот эти стручки ванили, ванильные. И у меня, знаешь, я деградировала так вот. Начиналось с этого, потом у меня там пошли какие-то эссенции, потом ванильный сахар с зернышками. Сейчас у меня просто стоит банка ванилина, которую я покупаю на рынке. Ну, как бы разницы, на мой взгляд, по вкусу нет. И даже, кстати, зерна, они больше для вида, чем, на мой взгляд, для аромата. Ванилин химический, он как-то, мне кажется, более яркий. О, как он пахнет. Яблочки реже, молчика, а то ты, да, каля-маля. Так, я вот так обычно на две части разрезаю, удаляю сердцевинку. А есть же такая специальная штука. Есть. Сразу у тебя и сердцевинку, и на долечки. Есть, кстати. В кей, по-моему, продаются. Ну, вот на долечки мне не надо, знаешь, почему? Удобнее, когда половинка, потом эту кожу просто берешь и так, и все. Прям вот одним нажатием руки. А дольку каждую все-таки приходится очищать. Хочешь, я тебе дам яблочко, ты съешь его? Нет, я дожду сейчас чизкейк. Ну, кстати, вот он же имеет свойство, что ему надо созревать чизкейк. Он надо постоять, да, ночь желательно. Да, обязательно. У нас-то не будет этой ночи. Будем с тобой есть творожную запеканку горячую, значит. Мосты уже погранили. Слушай, ты знаешь, я всегда, когда готовлю чизкейк, у меня это желание, оно такое прям порывом. Вот я хочу чизкейк, и я действительно вот его готовлю и ем горячим, потому что я не могу ждать. Серьезно? Да, это очень вкусно. Нормально. Ну, конечно, не так вкусно, как обычный чизкейк, но с холодным кофе, горячий чизкейк. Какая-то, да? Да. Но потом наутро тоже вкусно. Говорят, что он даже с годами хотел сказать, с каждым днем он становится все вкуснее, плотнее. В погреб его убираешь, и он потом через год. Погреб. Да, у нас же эти знаменитые в квартирах погреба, да? А корица сюда не нужна? Я взяла лимон для этого. Вообще в рецепте в этом нет только ванилин. Я почитала отзывы, что все пишут, ой, вообще ничего не чувствуется. А я очень люблю в чизкейк добавлять цедру лимона. Ты не добавляешь в Нью-Йорк классический? Нет, никогда не добавляю. Я очень люблю. Она, мне кажется, не очень яркая, не яркий цитрус, но какой-то вот свежесть что ли есть. Поэтому попробую. Так, едем дальше. Это мы убираем в микроволновку, да, сделаем по твоему способу. Ну, я в духовке обычно запекаю минут 20, если у вас нет микроволновки. Либо вот можно в микроволновке минут, я думаю, 5, да? Сейчас проверим. 3-5. Погнали. Так, делаем основу. Для этого нам понадобится мука обычная, мука овсяная, орешки, грецкие именно. Любые. Как их чистить? Я вот так делаю. Халка. А потом будут говорить, что кондитер – это легкая профессия. Она орехи руками разламывает. А это… А почему бы не купить уже расколотые? Это наш вопрос. У меня они просто есть в наличии, у меня есть источник ореховый. Кто мне дает орехи бесплатно. У меня вот они в таком виде, их очень много. Ну, же бесплатно можно и рукавлять. Давай, я буду замерять. Оля, еще пыхтейки, пыхтейки. 10 грамм. Не повторяйте этот опыт дома, пожалуйста, да? Да. 18. Давай, 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 работай. Все в точности. Мне, кстати, Акзамов снился. Как будто мы по новой участвовали, я серьезно говорю. Знаю, что встреча с тобой будет стоять. Может быть, ты на следующий сезон пойдешь? Нет, нет, нет. Достаточно дало позора в жизни. Как профессионалы работают, вот ты видел? Кстати, в этом чизкейке всего 150 килокалорий на 100 крок. Представляешь, какая прелесть? Так это же сколько я съем. Так. Ну, нормально еще? Да, нормально. Не, вы видали, как профессионалы работают? Просто вот так вот. Так, 25 грамм обычненький. Оль, мы на кондитере вообще без весов готовы или ничего? Саша пришла и тоже без весов тут на глазок все. И получилось. Сколько? 50. Это 85. Хорошо считаешь. Как все с математикой? Финиковый сироп. Кстати, ты знаешь, что у фиников самый высокий гликемический индекс? Я в шоке, что ты купила финиковый сироп. Я-то себе позволяю. Он дешевле всего просто. Я-то, понятное дело, круассан как бы финиковым сиропом еще залиру. Ну, в чем тогда прикол? Типа натуральный? Ну, типа натуральный. Ну, вообще для диабетиков это самый вредный... Ну, мы не диабетики. Ну, мы не диабетики. Вообще, это очень вкусная вещь. Сырники с ним дико вкусно. Творог. Я обожаю финиковый сироп. У меня сейчас дом закончился. Вот как раз отдашь мне, потому что тебе нельзя. Очень высокий гликемический индекс. После съемок заберу себе. Собираю. Да, от зла тебя уберегу. И 30 миллилитров. Какой-нибудь маслица. Кокосовый бы, да, всегда хорошо было? Кстати. То есть должна получиться масса. Не очень фуфайл. Удобно было попробовать. Смотри, какой цвет красивый финик дал. А? Да. Вообще. Давай возьмем протвенек. Форму. Какая классная масса. Обалдеть. Она правда даже не липнет к рукам. Что-то мне это напоминает. Знаешь, что в щербе тарахисовый пищу. О, ты точно. И по цвету еще там внутри орешки. Смотри, тут важно, чтобы не было щелей. Потому что мы сейчас отдельно эту форму выпекать не будем, как в классическом чизкейке. Надеюсь, она не размякнет. Так, что... Давай рассказывай про свои режимы. Ну, чизкейк, как ты выпекаешь? Ну, главное, это водяная баня. И ставить на минимальную температуру. Можно где-то минут 10 на 180 погреть, а потом на 150. Вот так вот вроде бы. Еще минут 40. А я нашла способ у одного шефа. И вообще, когда мне надо что-то проверенное, проверенное, я всегда забиваю в поисковике, там, рецепт от шеф-кондитера, там, или рецепт от шефа. И они всегда какие-то секретики свои выдают. И вот так я нашла чизкейк Нью-Йорк. Он выпекает 10 минут при 200 градусах, а потом снижает до 110 и выпекает час-двадцать около того. Никаких трещин, никаких изменений в цвете. И водяная баня, я ее не люблю. Ну, как-то возиться мне не нравится. Хотя, с одной стороны... А что там возиться мне, налила все? На водичку. Ну, вот как-то вот что-то есть у меня к ней какое-то отношение. Превзятые отношения, скажем так. Вот так вот, водяная баня, вот же кто-то не знает, что это непредвзятое. До 160 градусов подливаем в духовочку. Чайнички вскипятили. Наливаем чуть-чуть водички. Ну, как чуть-чуть? Ну, где-то сантиметр, да, на это? Приготовили водяную баню, пошли дальше. Берем 700 грамм. Знаешь, я вот сейчас такая... Как они делают? Не надо. Как будто корову дуем. Что тебе? Мне кажется, кстати, не обязательно брать мягкий коров, да? Просто пробить блендером какой-нибудь. Да, возможно, да. Или там с соком лимона тоже пробить. Так, нам с тобой еще сделать цедру. Лимончик. Ну, давайте ты наобеду сделаешь. Я могу яйца пока распить, да? Твои яйца нужны? Давай. Я, я просто спец по яйцам. И спец по яйцам. Потому что я их разбиваю апстоп. И я сейчас тоже разбиваю апстоп. Плохому не научу. То есть, в целом, получается, все достаточно просто. Мы набросали и потом блендером... Да, вижу, просто... Жутко пробили. Что, ваниленчик добавим? Да, конечно. Обожаю ванилен. Он всегда, знаешь, когда стоит на полке, на кухон, ты открываешь ее и там вот ванилен. А когда еще готовишь что-то, выходишь в люди, потом, ой, как от тебя пахнет кондитерской фабрикой, знаешь. Так, 200 грамм яблочного пюре. Точно у нас все это однородным станет? Проверим. Конечно. Видишь, она еще похрустывает, кажется. Да я думаю, что блендером все... Слушай, ну, первое, кусочки яблок никто не отменял. Будут они и будут. Что тебе? Мне, кстати, кажется, что яблоко здесь идет именно с высоким содержанием пектина, как стабилизатор в чизкейке. То есть, ну, что, по сути, чем здесь держаться? Обезжиренный творог, а пектин. Даже как делают яблочную пастилу. Ты когда-нибудь делала? Вот эту, которую сушат. Нет, сама не делала, только я. Я делала, и яблочное пюре взбивается с белком, даже без сахара можно сделать. Масса стоит, ну, 8 часов точно стоит и не опадает. То есть, это все... На пектине. Весь мир на пектине держится, считай. В чем мы еще с тобой пообщаемся? В чем поговорим? Какие последние новости у тебя, Катюня? Знаете, можно поздравить. С чем? С рождественной миллионами? Нет, я надеюсь. Тебе достаточно одного пока дитя, да? Да, да. Маленького. 250 тысяч стукнуло. А как-то YouTube поздравляет? Нет, 250 тысяч нет. 100 тысяч и миллион. О, такой разбег, да? Да, 900 тысяч еще подождешь, и потом тебя еще разочек поздравят, кнопку тебе пришлют золотую. Блин, ну все равно, да? Приятненько. Теперь у нас с тобой вопрос, сколько нам подсвостить? Потому что чувствую я, что яблоки, что творог, кислые, как не в себя. Вот как, да, давай на глаз пока, да? Да, ну грамм 50 точно надо. Давай. Но мы еще потом сверху, если сироп останется, который, кстати, должна была домой внести, мы... Карамель. Да, мы польем, и все равно будет баланс вкусный. И красиво будет. И красиво будет, только если он останется, конечно. Может, сахарку обычно мы возьмем, сыпанем? Нет. Нет. Ну нет. Все. Взбиваем. Ой, как увеситься-то получилось. Цедру мы добавим в конце. А, хорошо, да. Чтобы не нарушать. О, да. Обалденно. Сейчас обстучим пузыри немножко. Да, потому что пузыри, конечно, на текстуру плохо влияют. Все, убираем быстро, быстро, быстро. Быстро. Начало время подтекать все. Ой, чуть-чуть подтекаем. Температура у нас 160, вентиляция. Примерно час. Угу. Упекаем. Оль, мне грустно. Что такое? Ну, кажется, я их мы сегодня не попробуем. Такая, давай уже скорее делать, давай. Ну, правда, мы так подумали, что не стоит нам сегодня его трогать. Но он получился красивый. Показать? Конечно. Водичка просто выкиднула. Ого. Красивый. Как будто и не ПП. Вообще. Трещин, видишь, как минимально. Совсем. Уже скукоживается потихонечку. Остужаем. Остужаем мы чизкейк поэтапно. Выключаем духовку. Оставляем там минут 15, да, где-то в закрытой духовке. Потом приоткрываем духовочку вот так вот. И еще остужаем уже до полного, как это сказать, остужания. Остужаем до полного остужания. А потом уже достаем. И уже где-то, пускай, часик постоит в форме. Еще лучше даже убрать в холодильник прям в форме. А потом уже ножичком аккуратненько подцепляем и раскрываем нашу форму. Чизкейк можно есть. Не проще ли купить? Возникает вопрос. А вот где ты такой диетический возьмешь? Нигде. Вот, ты правда. Еще если яблочки свои садовые. Ну, прекрасно же. Ты поделишься, значит, с завтра, да? Завтра сниму сама себя, как я что режу, украшаю. Я буду завидовать на другом конце города. И передам тебе, как это было вкусно. Мы с тобой приготовим потом классический чизкейк и заберу его я с собой домой договорились. Ну да, кстати, вот он доедет. Вот классический с удовольствием какой-нибудь придумаем классный. Ну что, прощаемся тогда. Завтра с меня итог. Декор затестим, вкусно-невкусно. А Катюню я отпускаю домой. Пока! Пока-пока! Катя, ребята, я готова резать наш чизкейк. Он у нас охладился, стал плотным. Сейчас мы его украсим и будем пробовать. Режем? Я отдала всю ночь. Когда же я его буду пробовать? Так выглядит разрез. Класс! Катя, ты не завидуешь? Скажи честно. А вы, друзья, не завидуйте, а приготовьте наш пепе чизкейк с яблоками и с творогом. Он нежнейший. Он реально похож на чизкейк. Я не вру. Катя, сказать, что это вкусно, ничего не сказать. Офигенно! Текстура, основа, классная, мягкая, как будто реально песочное тесто. Орешки к тему. В меру сладкий, упругий, нежный, держит отличную форму. И самое приятное, некалорийный. Разве не сказка? Друзья, пока-пока. Катюня, давай скажу тебе курьера.